Мы приветствуем подписчиков и гостей канала все о стиральных машинах и обдовой технике. Сегодня у нас топ 7 лучших морозильников 2024 года по отзывам покупателей. Ссылки на лучшие морозильники 2024 года вы найдете в описании к данному видео. Пожалуйста, переходите, смотрите. Ну а наш рейтинг возглавляет очень интересная морозильная камера HR-HF82WA. Эта морозилка имеет надежную конструкцию, пусть она слегка устаревшая по сути, но данная модель очень полюбилась людям, потому что она практически не подводит, она ремонтопригодная, она простая. И по конструкции из-за дел даже специалисты говорят о том, что она проработает 10, 12, 15 лет, некоторые говорят. Из-за чего? Из-за того, что опять-таки простая надежная конструкция, которая проверена временем. А это много значит, потому что вот эти современные технологии, там, нофрост, там и прочее, они так или иначе имеют слабые места, и эти слабые места проявляются. Морозилка небольшая, что людям нравится, потому что большая часть покупателей все-таки проживают в небольших квартирах, и огромные морозилки банально размещать негде. То есть, они часто по высоте не входят. А здесь, получается, можно поместить ее куда-то, да, ну, например, там тот же, ну, условно говоря, там, встроенный шкаф, да, и, соответственно, морозилка будет функционировать. При этом, перегрев ей не страшен, потому что тут никакого, ну, фроста нету. 20999 стоит. Хорошая цена за хорошую морозилку. Габариты у нее 50 на 84 на 55 сантиметров, общий объем 82 литра. Ну, и скорость замораживания невысокая, до 9 килограмм в сутки, но зато процесс проходит бережно, я имею в виду заморозки. На втором месте у нас расположилась куда более крупная и мощная морозильная камера Атлант 718403. В принципе, технология нормальная, линейка самая популярная, Эльта Классик 71 серия. Общий объем 240 литров в этой морозилке, то есть, это на большую семью с хорошим заделом. Габариты 60 на 150 на 63 сантиметра, и это одна из самых мощных морозилок. У нее мощность замораживания до 20 килограмм в сутки. То есть, это без преувеличения для семьи, которая делает заготовки на зиму, да. Кто любит полуфабрикаты, приготовленные своими руками, да, которые нужно хранить. То есть, заготовили те же пельмени, вареники, там, не знаю, манты и все прочее. Заморозили это дело, и можно употреблять в пищу тогда, когда нужно. 26840 рублей стоит. Очень хорошее решение. Не скажу, что это одна из самых надежных морозильных камер, но, в принципе, нареканий, ну, практически не бывает. То есть, количество заводского брака сведено к минимуму. Поэтому, обратите внимание. На третьем месте у нас морозильник Endezit DSZ 5175. Тоже очень популярный. Он сравнительно недорогой, если рассматривать огромные морозильные камеры. 27 тысяч 54 рубля. Ну, и, к слову сказать, по высоте, по объему, да, это самая большая морозильная камера в нашем обзоре. 60 на 175 на 64 сантиметра. У многих холодильники меньше по размерам, чем эта морозильная камера. 7 ящиков полок. Мощность замораживания до 12 килограмм в сутки. Автономное сохранение холода до 17 часов. Это тоже очень хороший показатель. Даже если сравнивать с морозильными ларями, это прям хорошее показать. Ну, естественно, при условии, что вы не будете его открывать и закрывать без конца. То есть, оно должно быть в закрытом положении. Свет вырубили. Вот до 17 часов может стоять без проблем. Потому что очень хорошая термоизоляция идет. Следующий вариант. Это морозильная камера Lipherr GPS 137621. Модель интересная. Ну, и это проверенное качество Lipherr. То есть, если вы именно поклонник данной марки, то из всех морозильных камер на это обратите внимание в первую очередь. У нее объем 106 литров. Мощность замораживания до 11 килограмм в сутки. Ну, довольно-таки высокая цена. 31 243 рубля. Ну, опять-таки, если сравнивать с другими магазинами, ну, цена нормальная. Да, то есть, 31 243 рубля. Это более-менее оптимальный вариант. Морозильники Lipherr, они вообще отличаются очень хорошей герметичностью. Здесь автономное сохранение холода до 23 часов. Подойдет тем, у кого... Ну, кто живет, например, где-то в таких населенных пунктах, где нередко отключают электроэнергию. То есть, ну, поможет это реально. Потому что 23 часа это такой серьезный показатель. И на него можно ориентироваться. Ну, плюс, как бы, управляется достаточно легко. Надежная. Как бы, нофрост. Да, ну и, соответственно, вариант такой себе хороший. Следующая у нас морозильная камера Горенье F492PW. Это небольшая морозилочка такая. Сравнительно недорогая. 21 767 рублей. Если брать другие модели Горенья, то там подороже все это дело выйдет. 91 литр общий объем. До 10 килограмм в сутки идет мощность замораживания. Ну, и автономное сохранение холода. Тоже очень хороший показатель. До 24 часов. По факту, мастера, конечно, с сомнением относятся к данной информации. По поводу автономного сохранения холода. Ну, подтвержденная автономность где-то примерно 16-17 часов реальная. Поэтому, как бы, смотрите сами. Но, все равно, это показатель неплохой. Следующий вариант. Шестое место. Морозильная камера Hisense FC125D4BW1. Это уже морозильный ларь. Мне, вот, например, лари нравятся. И я считаю, что их можно использовать не только где-то там в небольших цехах. Либо там в небольших кафе-ресторанах. Там это абсолютно неправда. Иногда и даже не иногда, а довольно часто дома бывают ситуации, когда морозилку невозможно поставить в место, где ей будет обеспечена возможность открывания дверцы. Да, широко. Потому что иногда лари не вытащишь, если дверца не открыта настишь. То есть, попробуйте, найдите место. А ларю, его можно даже и в кладовку поставить куда-то там, где нету возможности распахнуть дверцу. То есть, ларь открыли, поместили там что-то, вытащили. Плюс автономное сохранение холода лучше. Потому что дверца маленькая у ларя, она намного меньше. И, соответственно, меньше выходит холода. Да, из, соответственно, ларя. И меньше в него поступает тепла из окружающей среды. Поэтому плюсы есть, безусловно. Мощность замораживания до 15 кг в сутки. 96 литров общий объем. Сравнительно невысокая цена. И автономное сохранение холода до 24 часов. Ну и, наконец, у нас на седьмом месте разместился похожий ларь. Только марки Горенье. Примерно та же цена. Модель FH10FPW. 95 литров общий объем. Надежная конструкция. Но мощность подкачала. То есть, до 4,8 кг в сутки. Автономное сохранение холода до 14 часов. Модель устаревшая уже. Но по-прежнему актуальная. Я думаю, она сохранит актуальность еще долго. Потому что морозильные лари имеют довольно простую конструкцию. И что там менять, улучшать, достаточно сложно сказать. Поэтому данный ларь, он будет актуален. Поэтому за это не переживайте. Ссылки на лучшие морозильники 2024 года вы найдете в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх. Жмите на кнопочку подписаться под видео. Жмите на колокольчик. И всего вам доброго.